Я вас категорически приветствую сегодня. Сегодня народное творчество. Эти темы будут повторяться еженедельно. Очень много вещей, приспособлений мы можем сделать сами, потому что, когда приходишь в магазин и видишь цены на кустодержатели, и мы сегодня будем делать именно это произведение, то у меня, честно сказать, реанимация все время. Ну как человек с пенсии до 10 тысяч может позволить себе купить по 300 рублей за одну штуку этого стебледержателя? Там кусок проволоки. Это что, прокат стальной, что ли? Меня, честно сказать, это просто выводит из себя. Поэтому, едем на речку или около нее, растет много тольника. Вот туда мы с вами и поедем. И там мы нарежем вот таких палок. Заметьте, что тольник, он очень хорошо хранится. У меня есть тольник от старых хозяев, и этим палкам уже более 30 лет. Если их вытаскивать из почвы и оставлять даже просто на улице, не то что там в домике, с ними ничего не случится. Почвенные бактерии подъедают вот здесь каждый год на расстоянии 7 сантиметров, переедают эти палочки. Поэтому вытащите из земли и все будет в порядке. Но речь сегодня не о том. Мы делаем кустодержатель. Смотрите, я расположусь тут недалеко от лилии, около лука. Здесь земля мягкая, чтобы мне не напрягаться очень сильно. Воткнем палки так примерно, как они должны стоять. Ну, секатор вам понадобится, да? Для того, чтобы выровнять, допустим, длину палочек. Длину выбирайте сами. Зависит от того, что вы будете поддерживать. Либо это куст с пионами, либо это куст с лилиями, либо это смородина. Ведь палки бывают и другой толщины. Не надо нагружаться, чтобы не довести. Либо надо их обработать прямо около этого тольника, чтобы у вас все уже было в порядке. Без листьев и без лишней всякой древесины. Все, палки воткнуты. Нам понадобится, естественно, вот мои инструменты. Это ножницы и секатор маленький. Я очень люблю эти инструменты. Карманы у меня здоровенные. А в этом кармане у меня вязальная проволока. Она стоит 5 копеек. Рублей 20-30. Вот такой упаковки, как это называется, связки, вам хватит на долгие годы. Ну, уж на три сезона точно. Она очень мягкая. Гнется замечательно, стрижется замечательно. Потому еще и ножницы в кармане. Значит, что понадобится еще? Нам нужен круг. Чтобы получился круг, надо немножко попробовать согнуть вот эту толстую часть этого, этой ветки. Чуть-чуть, не напрягая, не сломайте. Чувствуете растение? И еще понадобится нож. Так, у меня нож прививочный, знаете, да, что это такое? Надо немножко снять древесины, чтобы у нас тонкая часть сложилась с толстой. И практически все было бы одинаковое по толщине. Ну, это все мы умеем делать. В детстве же вот так делали. Даже девочки. А уж сейчас-то, тем более, снять стружку, это же одно удовольствие. Ну, вот как-то так примерно. Я вам показываю принцип. Все остальное вы освоите очень быстро, когда посчитаете, сколько денег вы сэкономите. Значит, делаем круг. Ну, вот он у нас получится. Сейчас мы только проволочкой замотаем. И хоть портреты вешай. Значит, у нас проволока уже нарезана кусочками. И мы, конечно, первое, что примотаем, это вот этот вот хвостик. Не бойтесь, это же сооружение, которое не будет видно. Все же пионом или там каким-то кустом будет закрыто листьями. Поэтому наша задача закрутить так, чтобы это ничего не раскрутилось неожиданно. И наш куст не завалился ни вовремя. Ну, закручивать вы все умеете. Особенно это женщин касается. Они большие молодцы. По части узлов навязать немыслимое количество. Конечно, эту сторону и эту мы должны зафиксировать очень хорошо. Наш кружочек не разваливается. Чему я несказанно рада. Вот правда. Если вы посидите дома, нарежьте, привезите домой, если на даче некогда. Посидите вечерок. Да вы таких кустодержателей наплетете. Это же нашим производителям и не снилось даже. А еще лучше подите и продавайте. Ну, конечно, не по 300 рублей, разумеется. Здесь цена работы на 50 рублей. И цена затраченного материала и времени столько же. Посмотрите, кружок очень даже приличный. Главное, чтобы не переломилось. Вот его можно просто высушить, а потом закрепить его вот на эти четыре опоры. Это тоже просто. Та же проволока. И все то же самое. Сначала мы закрепим проволоку. Нам нужно, чтобы она была зафиксирована. Но, возможно, что... Можете не привязывать это осенью. Они сейчас же нам не нужны. Когда высохнет лоза, то ослабнет и проволока. Поэтому лучше сделать это весной. Сейчас я подкручу на все четыре опорные палки эту проволоку. И у нас с вами получится такой кустодержатель. Вот правда все просто. Причем гениально. И руки у вас у всех золотые. А уж как мы экономить-то умеем. Мы же сибирячки. Ну, а сибиряки тем более. Мужчины, возьмитесь за это дело. Вам воздастся потом. Так, ну и все. Значит, палки должны быть, естественно, на одном уровне. Чтобы у нас никакой особой кривизны не было. Ну, а теперь давайте попробуем привязать. Потом мы можем палочки отодвинуть. Давайте с внутренней стороны это сделаем. Ну, я не вижу, правда, ничего такого сложного. Ну, проволоки понадобится, может быть, побольше чуток. Ну, я только наживлю, чтобы вы понимали, что у нас получилось. А у нас получилась вот такая шикарная штука. И скажите, пожалуйста, ну чем же она так отличается от того, что произвели на заводе? Да только тем, что не стоит ни копейки. Поймите, что из такого материала можно сделать что угодно. На следующей программе я вам покажу, как сделать парник из такой лозы. И он будет замечательный и простоит многие и многие годы. И не надо покупать никакие пластиковые трубы. Это будет тоже лоза. Она будет помощнее, но все зависит от того, какой высоты нужен парник. Да хоть теплицу делайте. Лоза, она вообще просто материал, из которого можно сделать все. Ну, посмотрите. Ну, посмотрите, насколько он прочный. Ну, чем же это не кустодержатель? Я вас поздравляю. Мы теперь сэкономили. И вы, и мы тоже. Ну, а на этом я закончу. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова